Когда украинец продавал украинцу машину по доверенности, и тот и тот украинец понимал, что де юре машина остается номинально собственник этот. Де факто собственник уже этот. Точно такая же процедура существует сейчас при ввозе транспортных средств в беспошлиных таможенных режимах. Де юре она остается на балансе компании, либо же в частном лице. Де факто она того человека бессрочно навсегда с правом передачи третьим лицам, который приобрел эти права. Потому что занимаясь юридической поддержкой, я всегда рекомендую людям приобретать максимальное количество прав, чтобы право собственности номинального владельца было настолько ограничено, что все фактические права переходят владельцу, который сидит за рулем и спит ночью с ключами. Вы грубо говоря, договор аренды без права расторжения, да, то есть по сути это вот таким образом. Ну, нет, это доверительное управление, это более сложные отношения. У нас сейчас в Украине романо-германская система права, а в Англии система другая, саксонская. Она основана на доверии частного лица к другому лицу. Если там человек говорит, я хороший, а оказывается, что он плохой, с ним вообще никто не разговаривает. Это уже не человек считается в бизнесе. С ним просто не ведут дела. Он потерялся навсегда. А у нас, если написано в законе по букве, ой, давай, если мы составим договор, то должно быть написано. Должно быть сказано слово. И вот это важно. И за слова нужно отвечать. По транзиту основные сложности в понимании в том, что вы фактически нарушаете действующее законодательство Украины сознательно в размере 8500 гривен. Но лучше заплатить 330 долларов один раз и ездить без выезда сколько хотите. Там один раз платить, к примеру, в год налог на ваше транспортное следствие, чтобы машина не снималась с учета. Другая процедура – временный ввоз, которая подразделяется еще на другие процедуры. Временный ввоз частного пользования, временный ввоз коммерческого использования. Так вот, по транзиту основная сложность, что гражданин Украины ездит по транзиту на территории Украины. Он заезжает лично. И по транзиту, если заезжает в Украину, значит у него должен быть загранпаспорт. Он же должен задекларироваться. И он, если когда выйдет за территорию Украины и заедет, будет новый штраф 330 долларов. Пока он не выйдет, нового штрафа не будет. Катайся 10 лет, 20 лет. Кто-то какие-то компании, я вижу, называют 5 лет без перезаездов. Завозят на транзит. Это можно говорить 1000 лет без перезаездов. Пока не выйдешь, нового штрафа не будет. Но данная процедура полностью зависит по юридической ответственности. От предписаний национального права. То есть, если завтра законодателям вот эта сложность в понимании. По транзиту. Если завозится машина на транзит, и завтра законодателю, либо через год, то есть нашим политическим представителям, в голову ударит какой-нибудь напиток, либо не напиток, что-нибудь другое в голову ударит. И они придумывают штраф не 8500 гривен, а, например, 85 тысяч гривен. То люди, которые уже ездят, не будут платить 85, а новые люди уже 85 тысяч, но уже будет использоваться другая процедура. Временный ввоз. Оно все взаимосвязано. Транзит бывает вечный. Транзит бывает с пересечкой или с перезаездом, как его называют постоянно. Первая процедура транзит. Это каждые 5, либо 10 дней ездить на таможню, вот так вот, тратить бензин, время и кататься. Но если вам нужно выезжать за границу. Если вы знаете, что вы за границу выезжать не будете, вы можете заехать. Таможенный режим транзит предполагает ввоз резидентам, то есть человекам, который постоянно живет на территории Украины, транспортного средства с иностранной регистрацией, под обязательства вывоза, установленный законом срок по статье 95 Таможенного кодекса Украины, там 5 дней в зоне деятельности одного таможенного органа, либо 10 дней. Я уже, наверное, сложно говорю? Нет? Нормально? То есть 5-10 дней мы, вот на 10 дней мы заехали, вот это по закону. Но на 11 день будет по закону, но с просрочкой. Вот так вот ждется на 20-й день, на 21-й день вы должны официально штраф, часть 3 статті 470 Митного кодекса Украины. Порушение митного режима транзит, больше, чем на 10 дней, тягнуть за собою адміністративную юридичную відповідальность в розмире 8500 неоподаткованных минимумов доходов громадян. Умножаем на 17, это 8500 гривен. Другое юридичное відповідальность не имеет. А як відомо, юридичная відповідальність – це заходи державного примусу, які можуть бути визначені лише законом. Закон говорит, только штраф. Нет конфискації, нет притримання, нет штрафплощадки, нет еще каких-то делов других. Только штраф. Ну вот останавливает полицейский машину с иностранными номерами. И требует доверенности. Он это делать может? Нет. Кто-то, например, может отстоять свое право о том, что сказать полицейский. У вас есть четкие предписания, которые дала вам Верховная Рада. А я, как гражданин Украины, поручил публичной деятельностью заниматься Верховной Раде. Носителем межвласти являемся мы все с вами, частные лица. Мы примат власти, не государство. Государство получило полицейскому, ты следишь за правилами дорожного движения. А полицейский, в силу того, что он бедный, это как обратная связь. Потому что если он был бы богатый, он бы доверенность не требовал, он бы следил только за правилами дорожного движения. Уже требует доверенность. И умный человек, точнее не умный, а человек с высоким уровнем правосознания, скажет полицейский. Вы сейчас превышаете служебные полномочия. Либо, с другой стороны, я могу ваши деяния трактовать как превышение власти. Либо же, с другой стороны, возможно, вы просто необразованный и относитесь к своей деятельности халатно. А это уже халатность. Это тоже уголовное правонарушение. Не может быть привилейов или обмежений за ознаками расы, кольера шкиры, политических, религийных и других приконаний. Кстати, если что-то социальное походжение, майнового стану, внимание, часть 2 статьи 24. Не может быть обмежений привилей за ознаками места проживания. Скажите, пожалуйста, почему по Конституции Украины мы все равны? Почему нерезидент заезжает на один год, а я резидент, живу на своей богом данном земле, заезжаю на 5 дней и плачу штраф 330 долларов? Можно вам вопрос задать. Конституция Украины распространяется на нерезидентов? Конечно. Она на всех распространяется. На нерезидентов? Юрисдикция Конституции Украины на всей территории Украины. Это наша земля. Я понимаю, что это наша земля. Кто находится на территории Украины, на него распространяется Конституция Украины. Отлично. Кто находится на территории Германии, на него распространяется Конституция Германии. Замечательно. Политический статус гражданства с миграционным статусом резидентства ничего общего не имеет. И вот в этом многие путаются. Политический статус гражданства это всего лишь возможность выбирать и быть избранным. Но низкий уровень политического сознания приводит к низкому уровню правового сознания. Но эти статусы не связаны. Вот, к примеру, я гражданин Украины и Григорий гражданин Украины. Я живу постоянно на территории Украины. Зарабатываю здесь, предпринимаю. У меня жена дети. Мне привезли машину на иностранных номерах. Я еду на таможню, а мне таможенник говорит. Назар Олегович, статья 95 ТК известна вам? Я говорю, конечно, известно. Транзит, резидент 5-10 дней, дальше штраф по 470-330 дней. Он говорит, хорошо, езжайте. Зеленый коридор, ничего не подписываем. А вот, к примеру, если бы Григорий был, он и есть гражданин Украины, но, к примеру, Григорий принял для себя решение жить в Германии, не временно, а постоянно. Тогда Григорий становится резидентом Германии, не резидентом Украины. Это определенная юридическая процедура, не отказ от гражданства. А гражданином Украины он так и останется. Но статус миграционный у него уже будет резидент Германии и не резидент Украины. И если Григорию привезут машину на иностранных номерах, или Григорий из Германии уже приедет, как не резидент, ему таможенник скажет, Григорий Эдуардович, статья 380 ТК Украины, частное пользование, и статья 480 ТК, ответственность 17 тысяч, знаете, можете заехать на год. Вот Григорий Эдуардович говорит, пане мытнику, доброе, все знаю, я поехал, до побачения. Почему, если Григорий, резидент Украины, живет постоянно в Украине, заезжает на 5 дней, а если Григорий, гражданин Украины, не резидент, живет в Германии, заезжает в Украину, заезжает на 1 год. Прямое нарушение Конституции Украины. Теперь относительно указа президента Украины, он не имеет юридической силы, потому что в соответствии с статьей 106 Конституции Украины, у него нет полномочий вмешиваться в законодательное регулирование, а изменение правовых режимов принадлежит к компетенции Верховной Рады. Продолжение следует...